доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити в настоящее время в патопсихологии применяются более 50 различного рода методик проб тестов и так далее сейчас на данный момент на ваших экранах вы видите так называемый патопсихологический качественный эксперимент так он и называется ассоциативный эксперимент классический вариант этого эксперимента был впервые появился он в начале 20 века буквально в первых годах там 20 века активно занимались этой методикой небезызвестные вам я уверен юнг адлер фройд ну и ряд других специалистов использовали его активно применяли в своей психоаналитической психодинамической работе в конечном итоге запад и фройд и все это хорошо все это трансформировалось в середине 20 века нашими отечественными специалистами в классический патопсихологический ассоциативный эксперимент всего существует три варианта стимульного материала этого ассоциативного эксперимента вот вы сейчас на своих экранах их видите первый вариант второй вариант и третий вариант в первом варианте 21 слова во втором варианте 21 слова в третьем варианте 30 слов эксперимент прекрасно работает это одна из ведущих методик которые вообще можно и нужно использовать при оценке качественной мыслительной деятельности чем качество мыслительной деятельности человека так называемый операционные его стороны но кроме того конечно присутствует иногда и личностный компонент мышления поза и гарник читайте литературу мы гордимся в нашей лаборатории существует сложный и это буквально удивительная история вы не найдете этот тест нигде и никогда и нигде в интернете только у нас он идете этот тест методика это называется сложный ассоциативный эксперимент и он содержит себе более нет не более а ровно 200 слов ассоциативных слов ассоциативного ряда и обязательно буду рассказывать и показывать о сложном ассоциативном эксперименте стоимость этой методики составляет у нас 5700 ассоциативный эксперимент 5700 и собственно и сложный ассоциативный эксперимент тоже 5700 хотя методика гораздо более сложна для понимания оценки и так далее но тем не менее то есть другими словами у нас есть как и классический ассоциативный эксперимент в его трех вариантах так и сложный ассоциативный эксперимент со стильным со стимульным материалом 200 слов ассоциативного ряда без этой методики нельзя работать это все равно что как одна из букв патопсихологического алфавита если у вас этой методики нет и вы не пользуетесь и не работаете то извините вы не можете качественно оценить нарушение мышления больного при той или иной нозологии при эпи это одно при олига это другое при шизофрении это третье при мдп это четвертое при психопатиях это пятое при неврозе это шестое и так далее по нозологиям без этой методики работать уважаемые коллеги нельзя его надо иметь своей копилке методик и тестов на этом все благодарю за внимание еще раз повторюсь что обязательно буду о нем еще рассказывать как об ассоциативном эксперименте так и о сложном ассоциативном эксперименте обязательно мы с вами поговорим всего хорошего вам и удачи